Слава Иисусу! Мы в этом очень нуждаемся, мы без этого не можем, без Духа Святого, без нашего Господа. И в этот освященный день настроит каждый пусть свое сердце к тому, чтобы слышать Слово Божье. Мы вчера об этом говорили, кто был, и сегодня я хочу повториться. Тебе и мне Господь предложил ту пищу, в которой нуждается твоя и моя душа. Поэтому прими ее, расположь свое сердце, успокойся от всех дел, как Господь успокоился и повелел нам успокоиться. Потому что Он любовью вечной возлюбил тебя и меня, как Иеремия 31 главе. Мы читаем следующее, написано. Любовью вечной я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Слава за это Богу! Если б не любовь Божья, братья и сестры, многих просто из нас здесь не было. И в Псалме 39 мы читаем, «Да радуются и веселятся тобою, все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно, вели Господь». Хочется, чтобы первая молитва у нас всегда и пение были восхваления имени Господа. Поэтому не забудьте это сделать. Я понимаю, что сегодня много гостей, мы их всех приветствуем и рады вас видеть. Но мы собрались не разглядеть один другого. Это вы можете сделать после. Мы собрались явиться при лице Божьем. Это свято. Это очень свято. И мы должны понимать, что приходя при святого Бога, мы не можем отвлекаться. Мы не имеем на это права. Когда Иоанн увидел лице Господа или его присутствие, он пал на землю, как мертвый. Когда мы ощущаем Господа, мы совсем испытываем другие переживания, мы испытываем другое состояние. Поэтому я не говорю, чтобы сегодня кто-то падал мертвым, как Иоанн. Я думаю, если бы Иисус в своей славе явился, мы бы не смогли просто так сидеть. Но когда Дух Святой будет нас наполнять через пение, молитвы, через Слово Божье, пожалуйста, не отвлекайтесь, сохраните покой, сохраните бодрствование и благоговение пред Богом. Как написано в Псалме, Свят, Свят, и пророк Исаия, извиняюсь, Господь Сауов, вся земля полна славы. Действительно наш Бог свят. Действительно вся земля полна славы. Мы будем начинать наше служение. Мы будем петь вместе с молодежью, вставая на наши ноги, и славя Святого, Великого, Вечного Бога, Который достоин хвалы, достоин поклонения, достоин славы. Нет подобного Ему. От всей души, братья и сестры, прославьте Господа, Святого и Великого. Я в... Субтитры создавал DimaTorzok Я буду ожидать тебя, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Святый Бог, Я тебе живу, для тебя, Дни дороги назад, И все, что было, Сошло в пламы огня. В моем теле Течет твоя кровь, Что скрепила завет, И стал моей судьбой, Мой царь, Вот тебе мой ответ. Мой царь, Вот тебе мой ответ. Я буду ожидать тебя, С раннего утра, И песня моя, Как утренний страш, Притворяй, это свет. Ставы твои для меня, Лучше золота и серебра, Мое сердце горит, Когда вспоминаю я твой, Мой вечный завет. Святый Бог, Я тебе живу, для тебя, Дни дороги назад, И все, что было, Сошло в пламе огня. В моем теле Течет твоя кровь, Что скрепила завет, И стал моей судьбой, Мой царь, Вот тебе мой ответ. Мой царь, Вот тебе мой ответ. Святый Бог, Я тебе живу, для тебя, Дни дороги назад, И все, что было, Сошло в пламе огня. В моем теле Течет твоя кровь, Что скрепила завет, Ты стал моей судьбой, Мой царь, Вот тебе мой ответ. Мой царь, Вот тебе мой ответ. Перед нами молитва. Прекрасная молитва И важная молитва За наших детей, Которую мы всегда и делаем, Чтоб они были благословенными. Это желание каждого отца, Матери, Это желание дедушек, Бабушек, Это желание Господа. Его благословение Господь Не обогащает и печали Собой не приносит. Поэтому, склоняя Наши голову и сердце, И отцы, и дедушки, Кто желает пройти, Воздвигнуть чистые руки, Мы совершим эту молитву, Благословим этих прекрасных детей, Дабы они были благословены Во имя Иисуса. Будем молиться. Детки склонят колени. Благословенный, Вечный, любящий Господь, Благословен Ты, Искрят во веки. Благословенное имя Твоё, Благословенное имя Твоё, Благословенное имя Твоё. Видел я другого ангела, Сильного, сходящего с неба, Облечённого облаком, Над головой его была радуга, И лица его, как солнце, И ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книга раскрытая, И поставил он правую ногу свою на море, А левую на землю, И воскликнул громким голосом, Как рыкает лев. И когда он воскликнул, Тогда семь громов проговорили голосами своими, И когда семь громов проговорили голосами своими, Я хотел было писать, Но услышал голос с неба, Говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, И не пишись его!» И ангел, которого я видел, Стоящего на море и на земле, Поднял руку свою к небу И клялся живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, Что на нем, Землю и все, что на ней, И море и все, что в нем, Что время уже не будет. Но в те дни, Когда возгласит седьмой ангел, Тогда он вострубит, Совершится тайна Божия, Как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, Опять стал говорить со мною, И сказал, «Пойди, возьми раскрытую книгу Из руки ангела, Стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книгу». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, И она будет горька во чреве твоем, Но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книгу из руки ангела И съел ее, И она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, То горько стало во чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать О народах и племенах, И языках и царях моих». Аминь. Скажем себе славу Богу нашему. Чуден Творец наш и Создатель, Который милует, благословляет И дарует это время благоприятное, В которое мы можем собраться И видеть лица друг друга. Слава нашему Богу. Бог по великим, По своей великой милости Отвечает на молитвы наших родителей И дает нам эту свободу, Это благословенное время, Это эти все благословения, Которые мы имеем, Они по молитвам наших родителей И наших прародителей. И как важно нам видеть это И замечать, Что велика милость Божья над нами. Слава нашему Богу. Видя молодежь старших, Видя брат Павлика, Читающего перед молодежью, Детей, Не вспомнили слова, Которые записаны в Малахии, Четвертой главе, Пятый стишок и шестой. Вот я пошлю к вам Илью пророка Пред наступлением дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям И сердца детей к отцам их, Чтобы я, придя, Не поразил земли проклятием. Дорогие братья и сестры, Как важно видеть это, Когда вместе мы служим, Вместе с нашими детьми. Несколько лет тому я слыхал, Что в Миннесоте только в одном штате Около 20 церквей лютеранских закрывается. Просто они закрываются из-за того, Что дети перестали ходить. И давайте мы обратим внимание на то, Что мы, старшие, Должны обращать сердца наши, Во-первых, к детям. Не дети к родителям, А родители, отцы к детям. И как важно, Что вы обращаете это внимание На ваших детей. Пусть Бог благословит нас, Чтобы мы в нашей жизни Еще более и более Обращали наши сердца на это. Чтобы не было разрывов поколения, Поколений. Я бы хотел, дорогие братья и сестры, Вместе с вами порассуждать Над несколькими стишками Библии. В 18 главе Матфея 20 стишок говорит такие слова «Ибо где бы двое или трое Собраны во имя Мое, Там я посреди них». О чем в этом месте говорится? О каком собрании тут говорится? Для чего мы должны собраны? И какова цель этого собрания? Мы часто цитируем это место И это место приводим, Что когда мы собрались вместе На служение, То во имя Иисуса, То Он среди нас. И один брат обратил Мое внимание на то, Чтобы посмотреть, Что выше и ниже Этого места написано. Давайте мы начнем читать От... С десятого стишка. Смотрите, Не презирайте ни одного Из малых сих. Ибо говорю вам, Что ангелы на небесах Всегда видят лица Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий Пришел взыскать И спасти погибшие. Как вам кажется, Если бы у кого было сто овец И одна из них заблудилась, И не оставит ли он Девяносто девять в горах, И не пойдет ли искать Заблудившуюся? И если случится найти ее, То истинно говорю вам, Он радуется о ней Более, нежели О девяносто девяти Заблудившихся. Так нет воли Отца Нашего Небесного, Чтобы погиб Один из малых сих. Пятнадцатый стишок. И если согрешит Против тебя брат твой, Облечи между его, Между тобою и им одним. Если послушает тебя, То приобрел ты брата твоего. Если же не послушает Возьми с собой еще одного или двух, Дабы устами двух или трех свидетелей Подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, Скажи церкви. А если и церкви не послушает, То да будет он тебе, Как мытарь и язычник. Восемнадцатый стишок говорит, Истинно говорю вам, Что вы свяжете на земле, То будет связано на небе. И что разрешите на земле, То будет разрешено на небе. Еще другой перевод говорит, Что правду вам говорю, Когда вы будете судить здесь на земле, То это будет суд Божий. И когда пообещаете прощение здесь на земле, То это будет прощение Божье. И дальше говорится так. Истинно, Также говорю вам, Что если двое из вас Согласятся на земле просить О всяком деле, То чего бы вы ни попросили, Будет им Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое Собраны во имя Мое, Там Я посреди них. И дальше продолжение, После этого стишка Я хочу захватить следующую тему. Тогда Петр приступил к нему И сказал, Господи, Сколько раз прощать Брату моему согрешающему Против меня? До семи ли раз? Мы видим, дорогие братья и сестры, Что я взял перед этим стишки И после этого. И это не говорит, Что Христа нету с нами, Когда мы двое или трое собираемся. Но я бы хотел обратить свое И ваше внимание на то, Что когда мы ставим нужду, И когда есть вот эти В нашей жизни согрешения Против нас, И когда мы берем И собираемся вдвое или трое, И мы просим, Чтобы этот конфликт разрешился, То Христос среди нас. И я бы хотел, Чтобы мы порассуждали Немножко об этом. Пятнадцатый стишок Говорит так. Если же Согрешит Против кого? Против тебя. Против меня. Против тебя. Брат твой. Пойди, Обличи его Между тобою и им одним. Если послушает тебя, То приобрел Ты брата твоего. Дорогие братья и сестры, Годами я пытаюсь Разобраться в самом себе, Почему порой Такие напряженные У нас Беседы На братских. Почему порой Беседы тяжелые В наших членских, В наших семьях. Почему нам легко Говорить Нашему ребенку При всей семье И намного тяжелее Пойти Лично в комнату, Помолиться с ним, Побеседовать. Давайте Мы посмотрим Дальше. Вот это первое слово Согрешит. Согрешит Тут Иисус Христос Хочет раскрыть Для нас Какой-то конфликт, Какую-то проблему, Какую-то обиду. И мы, дорогие Братья и сестры, Должны Замечать это. Мы Должны Видеть, Когда Произошло, Когда Кто-то Пришел И Обидел нас Или Был какой-то конфликт, Мы Не должны Его Затаптывать. Мы должны В этом конфликте Обратить наше внимание А действительно ли это конфликт? Или это просто брат Прошел мимо И забыл поздороваться, Потому что у него дома Ребенок больной, Жена больная, И мы на одном Маленьком Случае, Что человек Не поздоровался С нами, Мы сразу Развиваем Большущий Конфликт. Или Это Повторяющаяся, Или Действительно Поднята Большая Проблема Против Нас, Которая Может быть Необоснована, Который был Разговор, Который Не имеет Основания, Или Есть Какая-то Рана Нанесенная В нашей Жизни. Я думаю, Может, Это у меня Только конфликты Есть. Только мне Порой Неохота Говорить с женой И охота Повернуться В другую Сторону. Или Это Только у Меня Может быть, Что Неохота Идти на Служение, Когда Несколько Братьев Тебя Обидели. Или Это Может у Меня На работе Порой Ты идешь И сцепил Те зубы, Что Неохота Сказать Доброе Утро. У всех У нас Бывают Эти Моменты. Но Дорогие Братья И Сестры Каждому Из Нас Бог Над Нашми Трудится И Он Не Только Дает Эту Проблему Ведь Он Бодрствует Он Дал Нам Эту Проблему Ради Того Чтобы Исправить Нас Во-первых Чтобы Я Во-первых Увидел Как Вытащить Что Вытащить Братья Бревно Не Сучок Дорогие Братья И Сестры Очень Легко Вытаскивать Сучок Из Своего Глаза Но У нас Бревно И порой Мы Не Видим То И Борой Бог Приносит Дает Какую-то Проблему Какой-то Конфликт Чтобы Я Вытащил Что Не Сучок Из Своего Глаза А Бревно И В этом Мы Должны Быть Внимательными Дальше Говорится Следующий Шаг Пойди Дорогие Братья И Сестры Что Происходит С нашим Ребенком Когда Он Приходит Домой Или Когда К нам Приходят Гости И Он Подходит И Начинает Говорить А вот Это Вот Это Вот Так И Мы Что Ему Говорим Молчи Когда Он Начинает Говорить Прямо Какой Происходит Какой-то Конфликт Или Какой-то Что-то Сделано Не так О Дети Наши Они Прямые Как Они Видят Так Это И Говорят И Что Мы Им Сразу Говорим Молчи Из наших Детских Лет Происходит Или Мы будем Иметь Друга Или Мы Должны Молчать У У нас Нет Что-то Посередине Мы Часто В нашей Жизни Не Практикуем То Что Я могу Сказать Правду И при этом Не Убивать Брата При этом Быть Осторожным При этом Не терять Дружбу Порой Порой Очень Часто Мы В нашей Жизни Хотим Просто Промолчать У кого Бывало То Что Произошел Конфликт В семье И я Строю Из себя Жертву И Просто Хочу Молчать И я Начинаю Этот конфликт Просто В своем Сердце Закапывать И Эти Семя Конфликта В почве Моего Сердца Что делает Растет Оно Растет И оно Произращает Плоды Оно Произрастает Те плоды Которые Позже Рано или Поздно Этот Росток И Плоды Этого Семени Придут И мы Должны Быть Очень Внимательны В этом И Когда Мы Должны Задаться Вопросом Почему Это Случается В наших Семьях Опять же На наших Братских На наших Членских Почему Когда Мы Собираемся Друг с Другом Брат с Братом Почему Нам Приятно Приятно Поговорить О ком То Вот Видите Вот этот Брат Вот этот Брат Вот так И вот так Сделал Против Меня Почему Мы Порой Простите За слово Смакуем Этот Конфликт Почему Мне Приятно Об этом Говорить Потому Что Дорогие Братья И сестры Мы Не Исполняем То Что Говорит Нам Слово Божье Если Там Есть Конфликт Пойди Вычерпай Его Тут Христос Дает Конкретное Повеление Тебе И мне Пойди И я Должен Исполнить Слова Иисуса Христа И пойти И вычерпать Этот конфликт Потому Что Это Тихая Месть Когда Я Собрался И вот Я Не пойду Не решу Ему Не Выскажу Прямо Не решу Этот конфликт Но Я буду Потихонечку Смаковать Вот эту Месть Тихую Месть С братьями И сестрами Когда Я Приду К ним В гости Или Когда Я Приглашу Их Еще Одно Я хочу Обратить Наше Внимание Американская Есть Пословица If you don't say it You will If you don't say it out You will act it out Оно переводится приблизительно Что Если я Не выскажу Это Оно будет Видно На мне Оно будет Видно На моем лице Оно будет Видно На моем Моем Поведении Мы хотим Это или нет Оно Проявится И когда Оно Проявляется Мы думаем Что Что мы сделали Правильно Но мы Ведемся Совсем Неправильно Следующее Повеление Это Цель Приобрести Брата Дорогие Братья и сестры Цель Вот этого Обличения Не Отомстить Не Отомстить Не Сказать Вот Ты Мне Сделал Больно Цель Приобрести Брата Потому Потому Что Его Поведение Его Настрой Его Слова Его Действия Которые Были Неправильны По отношению Ко мне Они Убивают Наши Отношения И И Когда Я Хочу Разрешить Это Это Большое Благословение В нашей Жизни Потому Что Я Иду Приобрести Брата Мне Нужен Этот Брат Мне Нужны Эти Отношения Эти Отношения Яд Этого Конфликта Он Убивает Мои Отношения С Братом Он Убивает Отношения Моей Жены С Этим Братом Моих Детей Вот Почему Часто Братья Говорят Братья Вы Имеете Там На Братском Свои Вопросы Какие-то Вы Принесете Их В дом Распространите Вы Быстро Примиритесь С тем Братом Но Этот Яд Остается В наших Детях В нашей Жене Потом Неохота Чашу Принимать Потом Неохота Нашим Детям Приносить Принимать Крещение Они Не верят Церковь Почему Потому Что Мы Много Яда Влили В нашу Семью После Братских После Членских Или После Конфликта На работе Или После Конфликта Где-то Между Семьями Между Братьями И потом Мы думаем Почему Проблемы В моей Семье Почему Проблемы В моих Детях А Закон Сеяния Жатвы Он Работает И Порой Мы Не Замечаем Что Посеянное Может быть Пять Десять Двадцать Лет Тому Назад Оно Приносит Плоды В моей Семье И Я Взываю Молюсь Прошу Бога Прощения А уже Прошли Года Мы Не Знаем Где Вот Эти Все Камешки Мы Собрали Дорогие Братья И Сестры Теперь Мы Подходим К следующему Слову Слово Иди Облегчи И Когда Я Иду И Обличаю Я Должен Помнить Цель Моего Обличения Что Приобрести Брата Дорогие Братья И Сестры Приобрести Брата И мы Должны Показать Насколько Этот Брат Мне Ценен Что Я Пришел Не Просто Его Убить За Его Поведение Я Не Должен Его Убивать Морально Но Я Должен Показать Цену Этого Что Я Пытаюсь Оценить Ним Вы Знаете Есть Проведенное Такое Исследование Когда Ты Приходишь И Начинаешь Просто Грузить Ребенка Жену На Работе Рабочего Кто Бо Он Не Был И Ты Просто Начинаешь Его Давить Морально И Говорить Какой Он Виноватый 97% Это Просто Не Воспримется И Наоборот 97% Оно Воспримется Если Мы Покажем Что Мы Пришли Решить Конфликт Мы Пришли Потому Что Нам Ценны Наши Отношения Потому Что Этот Брат Мне Ценен Эта Сестра Мне Ценна Этот Ребенок Мне Ценен И За Него Христос Пострадал И Страдал Тяжело Когда Следующий Шаг Я бы Хотел Еще раз Подметить У нас Может быть Две Крайности Порой Мы Можем На Одном Простом Примере Построить На Одном Простом Взгляде Который Мне Не Понравился Построить Конфликт И Это Одна Крайность И Вторая Крайность Когда Действительно Есть Конфликт То Мы Его Закапываем Поэтому Как Важно Нам Когда Мы Подходим И Начинаем Наш Разговор Чтобы Мы Были Мудры Чтобы Я Был Мудр Когда Я Подхожу К тому Брату И Я Начинаю Говорить Не Просто Как Бог Который Пытаюсь Просто Обличить Но Я Подхожу К брату И Начинаю Высказывать Его Своей Стороны И Я Высказываю Его Что Брат Я Заметил Вот Это Я Увидел Вот Это Я Обратил Внимание Ты Уже Несколько Раз К примеру Не Здороваешься Со Мной Ты Обходишь Меня И Когда Мы С этим Подходом Начнем То Следующий Шаг Который Нам Нужно Обращать Наше Внимание Что В этом Конфликте Мы Начинаем Обращать Внимание Что Как Этот Конфликт Влетает На наши Отношения Мы Должны Начать Понимать Обратить Наше Внимание Что Наши Молитвы Угасают Наши Отношения Становятся Хуже Наши Дети Перестали Здороваться И Когда Мы Обратили На это Внимание То Следующий Шаг Мы Должны Обратить Наше Внимание Дорогие Что Я Просто Не Пришел Вычитывать Брата Я Не Пришел Ему Читать Лекцию И Прочитать Пол Писания И Пришел Поговорить С ним По душам Я Пришел Приобрести Этого Брата Я Хочу Понять Его Почему Он Так Поступил Как Много У нас Конфликтов Что Мы Не Разобрались И Брат И Близко Не Думал Жена И Близко Не Хотела Так Поступить Ты Пришел Перегруженный После Работы После Рейса После Братского Или После Каких-то Тяжелой Работы И Мы Пришли Домой Расстроены И Для Нас Любое Отношение Любой Взгляд Мы Чувствительны К этим И Жена И Близко Не Думала Это Делать У Нас Напротив Там Где Мои Родители Живут Был Случай Такой Пришла Соседка И Начинает Рассказывать Своей Моей Маме И Рассказывает По-дружески А я Это Уже Услыхал От мамы А говорит У нас В семье Большая Проблема Когда У меня Обычное Женство Я Настолько Раздраженно Я управить С собой Не могу У меня Все Кипит Я хочу Ссориться А говорит А мой муж Как только Замечает Это И говорит Тихонечко Детки Детки Все Пошли Пошли На рыбалку Пошли И говорит Я уже По хате Хожу Смотрю Мне Не с кем Ссориться И говорит Прошло Полчаса И у меня Это все Прошло И они Пришли И мир В доме Как часто Мы должны Обратить Наше внимание И понять Порой Не сам Человек Виноват Порой У него Проблемы Которые Несносны На работе И он Пришел Сюда Чтобы мы Вместе Помолились И мы Начинаем Говорить Вот ты такой Ты не здороваешься Ты Вот Прочитал Проповедь Против меня А этот брат Пытается Сам себе Разобраться А этот брат Говоря Там На служении Был Переутомленный В своей семье И не думал Это даже Говорить А порой Может и думал Но опять же Цель наша Приобрести Его И когда мы Начинаем Вызывать Человека На разговор То тогда Мы ведем Диалог Мы не читаем Это переводим Ее в дружескую Беседу И спрашиваем А как тебе Кажется Как ты видишь А как тебе В этой ситуации Видна Моя сторона Дальше Мы В нашей жизни Должны Наблюдать За ходом Разговора Как часто Бывает Наш ребенок Просто Раз И зажал Губы И не хочет Больше Говорить Или Мы Начали Давить Настолько И он Уже Не знает Как вести Себе И начинает В обратную Кричать По-английски Silence Или Violence Но мы Должны В этом Кругу Нашем Разговора Нашего Мы должны Сделать Это безопасно Safe Чтобы этот Разговор Не выходил За рамки И как Хорошо Когда Этот конфликт Разрешен И мы Приобрели Нашего Брата Нашу Сестру Нашего Ребенка Нашу Жену О какое Большое Благословение В этом Но вы И я Мы зададим Вопрос Сразу А что Если Это Не Помогает Следующий Стишок Говорит Так Если Говорю Вам Опять же Я извиняюсь Матфея 18 глава Говорит 18 стишок Что Если Мы Разрешим Этот Конфликт Бог Будет На своем Суде Поднимать Его Или Нет Он Разрешен Он Разрешен А если Он Не Разрешен То Мы Потянем Этот Конфликт За собой Туда На суд Уже Не Говорим За то Что Мы Делаем Ад В Своей Жизни Тут Потому Что Один Конфликт Наслаивается На другой На третий И потом Я понятия Не могу Почему Парень С той Семьи Так неприятен Мне Чтоб он Взял Мою Дочку Или Наоборот Или Почему У меня Молитвы Нету Почему Вроде бы Бог Наполняет Нам Духом Святым Наполнил И все И все Остывает Сразу Почему Этого Огня Нету Почему Не льются Воды Воды Или реки Воды Живой Дальше Говорится Так Шестнадцатый Стишок Если Не послушает Возьми С собою Еще Одного Или двоих Дабы устами Двоих Или трех Свидетелей Подтвердилось Всякое Слово Дальше Позови Кого-то Чтобы Попробовать Чтобы Они Рассудили И вместе Чтобы Оно Утвердилось Какое Слово А может Действительно Ни ты Ни он Не видите До конца Что конфликта Там нету Чтобы Оно Утвердилось Что действительно Он Не прав И дорогие Братья и сестры Я Первый Так не делаю А Христос Сказал И для него Это важные Слова Были Если он Обратил Их Для нас Дальше Говорятся Такие слова Есть Семнадцатый Стишок Если же Не послушает Их Скажи Церкви А если Церкви Не послушает Тогда Будет тебе Он Как Мытарь И язычник Язычник И мытарь Дорогие Братья и сестры Вот эти Слова Для меня Очень Тяжелые Тяжелые Невозможные Значит Дорогие Брат Нет Не для Дорогие 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 Мне нравится Мне нравится Мне нравится Дорогие Дорогие Меня Дорогие 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 Музыку тиши чуть-чуть Это ты меня петь научил Потому моя песня смолкает Это ты меня свет свой пролил Он и вечности не угасает Как прекрасно все то, что твое Предвеличим твоим я не имею Это ты мне спаситель даешь Все то доброе, что я имею Боже мой, это ты, это ты Я с тобою повсюду встречаюсь Когда рву мимоходом цветы И на чей-то поклон отвечаю Боже мой, это ты, это ты Я с тобою повсюду встречаюсь Когда рву мимоходом цветы И на чей-то поклон отвечаю Слава Богу, братья и сестры Господь нас учит Господь обличает нас, наставляет И я вот слушал брата и думаю Какой чудесный Господь Мне надо было готовить это Он все разъяснил Потому что есть понимание, что Нельзя всем прощать Вы знаете, если так верить То Христос напрасно умер Христос напрасно пришел Аминь Он Мы ему столько сделали зла Мы ему столько делаем беды Весь мир Он ничего нам не сделал И он первый простил Правда? И вот в этой ситуации, которую Матфея 18 главе говорится Есть интересная ситуация Вот если у меня конфликт был С братом Павлом Не дай Бог Например Я его обидел Там написано Он должен прийти ко мне сказать Если я не смиряюсь Не понимаю Он должен взять брата И прийти меня вразуметь Если я и тогда упираюсь Своей гордыни над мене Он имеет право сказать церкви И вот если я церкви не послушал Скажите Он обиженный Он меня Я уже никого не слушаю Вот такой вот твердолобый упрямый Он меня должен за это простить Или с обидой так жить? Прости Обида это страшно Это тьма съедающая внутри нас Да поможет нам всем Бог Никогда ее не допускать Это трудно Это легко стоять говорить Но это трудно Чтобы Господь нам помог И учил прощать Благословлять Мы послушаем сейчас Тихо творения Во славу Божию Дана нам в Новом Завете Твердое Слово Христа Я не оставлю вас, дети С тяжкою ношей греха Я не покину вас, дети В Духе Святом к вам приду Только ходите во свете Ждите, я вновь к вам приду В Духе Святом, что наставит В Духе Святом, что силу пошлет В Духе, что вас не оставит В Духе, что в скорби спасет Слышим мы весть, что в Корее В волнах пучины морской Имя Христа прославляя Братья находят покой Их не сломили угрозы В Духе Христос не метам Сам, утирая их слезы Крепость давал их сердцам В Духе, что их не оставил В Духе, что их поддержал В Духе, что Бога прославил В Духе, что страх побеждал В Сирии злобное племя Братья ведут под ножи Страхи их мирные семьи Кто их утешит, скажи Кто же залечит их раны В ком им отраду найти Если все рушатся планы Скорбно в суровом пути В Духе Святом утешения В Духе их сила и мощь В Духе Святом избавления В Духе, что силен помочь Чувствует дьявол кончину Церковь он вызвал на бой Ищет в сердцах он причину Души увлечь за собой В это последнее время Выпало, братья, нам жить В мире нести Христа бремя Верным свидетелем быть В Духе Святом наша радость В Духе Святом полнота В Духе Святом общение сладость В Духе мы славим Христа В Духе Святом наша сила В Духе Святом благодать С Ним нам не страшна могила С Ним нам легко побеждать Слава Богу Мир вам, братья и сестры Я хочу сказать вместе с нами Слава Богу за эту возможность Что Бог пробудил нас всех Дал видеть свет утра сего И помог нам прийти на себе место Чтобы нам совместно Слышать Слово Его Молиться Ему, славить Его Благодарить Его Исправляться, когда мы слышим Слово Божие Потому что оно нас наставляет Вразумляет, обличает Вы знаете, мы прослушали сейчас проповедь Когда брат против брата Имеет что-то Вы знаете Братья пока живы Они могут прийти, примириться Если дает Бог это примирение Если, как сказал брат Коля Если мы не гордые, не твердолобые Но если человек согрешит пред Богом И если человек грешит пред Богом Кто будет свидетелем пред Ним и Богом Кто может оправдаться И как человек может оправдаться Потому что живем мы на этой земле И вообще тема моей проповеди будет Где мы будем вечность проводить Знаете, наши пути Как написано в Слове Божии Пути человека Кажутся прямыми Но конец все испытает И пока мы живы, здоровы Мы веселы, радостны Но только вот касается человека Какой-то недуг И человек идет к врачам И когда обнаруживается Что у человека большая проблема Болезнь неизлечима Что человек делает впервые Во-первых, не впервые Во-первых, человек понимает Что дни его сочтены И он тогда все стремится к тому Чтобы он примирился с братьями, с сестрами С Богом Потому что он думает Где ему вечность проводить Вы знаете, но немало есть случаев Когда люди уходят скорого постижным Как его застал этот день Так и застал Таким он и предстанет пред Богом И сегодня у нас есть время Для того, чтобы нам примириться с Богом Где мы будем вечность проводить Я хочу прочитать первое место Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это будет Галатам 5 глава Девятнадцатый стих Дела плоти известны Они, суть, прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство Идолослужение, волшебство, вражда Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство Смотрите, все рядом находится Пьянство, бесчинство и тому подобное Предваряю вас, как и прежде предварял Что поступающие так Царствие Божие не наследует Друзья мои Есть тут большие грехи Которые не должны даже именоваться у нас Но есть тут такие грехи Которые мы все Замешаны, запутаны Но тут апостол Павел Предваряет нас Предваряю, что Такие царствия Божьи Не наследуют Поэтому, возлюбленные братья и сестры Пусть поможет нам Господь, чтобы нам вникать в слова Божьи Чтобы нам проверять свою жизнь Как мы поступаем Как мы живем Где мы будем вечность проводить? Потому что иногда мы себя успокаиваем Мы иногда себе позволяем Псалмоперец Давид В 140-м псалме он говорит Такие слова тут есть Господи, к Тебе взываю Поспеши ко мне Внимли голос умоления моего Когда взываю к Тебе Да направится молитва моя Как фимия Предлице Твое Воздияни рук моих Как жертва вечерняя Положи, Господи, охрану устам моим И огради двери уст моих Не удай уклониться сердцу моему К словам лукавым Для извинения дел греховных Вместе с людьми, делающими беззаконие И да не вкушу я от сластей их Не дай уклониться сердцу моему К словам лукавым Для извинения дел греховных Вместе с людьми, делающими беззаконие Вы знаете, вечером мы слушали проповедь. Проповедь была в основном о любви, о любви Иисуса Христа. И он, 1 Иоанна, он говорит, что если любите меня, соблюдите заповеди мои. И откровение, мы это место тоже прекрасно знаем. Откровение, 22 глава, 14 стих. Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Друзья, мы знаем конкретно, почему мы пришли на это место, как было сказано братом Колем. Мы не пришли сюда не посмотреть друг друга, мы не пришли посмотреть, кто в чем одетый, но мы пришли сюда для того, чтобы нам сегодня, слушая Слово Божие, это светильник ноги нашей, оно просвещает наши очи, это зеркало души, когда мы слышим Слово Божие, и мы видим, где мы еще не такого, мы должны исправляться сегодня, пока мы еще на пути. У нас в Ванкувере проходит разбор слова, и мы проходили заповеди, правда, сейчас уже пятую заповедь, дальше, но я бы хотел вернуться к четвертой заповеди, ну так, как я вижу, это актуально, и для того, чтобы нам знать, как оно было от начала, потому что мы помним, когда к Иисусу пришли, сказали, позволительно ли давать развод, потому что вот Моисей дал развод, повелел давать разводное письмо, но Христос говорит, в начале так не было, и в начале, когда Бог сотворил небо и землю, мы знаем, что Он сотворил в шесть дней, а в седьмой день почил, и тут написано, «И совершил Бог», это вторая глава Бытия, второго стиха, «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо Вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Если рассуждать, как Бог делал, что Он делал, как это было, Бог как творил, руками Он творил, что Он делал, Псалмопевец нам говорит, это 32-й Псалом, сейчас я хочу напомнить, «Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинства их». Он собрал будто груды морские, воды, положил бездны в хранилищах, да боится Господа вся земля, и да трепещут пред Нью все живущие во вселенной. Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Смотрите, словом Господа, и Бог это считал, что это дело. И когда Бог дает, и поэтому Он отделил этот день, осветил, и Он благословил его, и Он дает этим пример, что если я этот день почитаю святым, почему святым? Вот смотрите, к примеру, в святыне у нас что есть? Чаша хлеб. Скажите, мы можем вот даже этот хлеб, эту чашу, мы можем чем-то другим ее употреблять? Это святыня. И она назначена только для одного. Знаете, когда Бог дал уставу Пасхи, это 12 глава исход, 16 стих, то Он говорит тут, чтобы они делали священные собрания, и это была суббота не Господня. Это попадалось на какой день? Он в второзаконии, в левитом, в 23 главе, он говорит, что там есть, это субботы ваши. И Он говорит, в субботу вашу, в первый день, да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть, каждому одно то можно делать. Друзья мои, если Бог это повелевает в вашу субботу, что вы можете только одно что кушать, вы можете в этот день, то как мы должны относиться к святому дню Господнима? Вы знаете, я не хочу никого судить, потому что мы не имеем права судить человека, мы имеем право осуждать грех. Если это грех, если это беззаконие, мы должны говорить, что это беззаконие, потому что мы слышали, в Откровении написано, что блаженный, святый, исполняющий заповеди Божии. Иисус Христос говорит, если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Вы знаете, к чему нас это все приведет? Вот я знаю сейчас, ну как многие, мы кидаемся в крайности, допустим, кидаемся, ну что, потому что еще есть написано, я думаю, что многие из молодежи даже это не знают месту. Исход, 35 глава. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать, шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». И дальше говорится, «Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний». Молодежь, кто из вас это место первый раз слышит? Вы знаете, очень многие, на очень многие вещи закрываются глаза. Я слышал такое рассуждение, ну вот, наши родители были в ссылках были. Вы знаете, я родился в ссылке. И в Тюмени я родился. И мои родители были там 10 лет. Я не знаю, там они зажигали, топили в субботу, не топили, я не знаю. Но я ни разу не видел, хотя мой отец был адвентистом, я ни разу не видел, чтобы у нас в доме в субботу мы топили. Но я знаю, кто жил в Душанбе. Да, тоже их там классины были на Магадане. Там разница небольшая в температуре. Но как там поступали, приехали сюда и то же самое продолжали. Знаете, я не хочу судить, но я видел, в Германии мы жили, я видел, как одна верующая сестра, наша сестра, варила кашу в субботу ребенку. Потому что четвертая заповедь, она говорит, я хочу ее прочитать тоже. Помни день субботний, чтобы святить его. Мы должны помнить, чтобы святить, потому что есть написано, сегодня пятница, день приготовления, что надо варить, варите сегодня, что нужно петь, пеките сегодня. И тут дальше говорится, шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему Господь благословил, посему Господь день субботний, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Видим, этот день Богом благословенный, и если бы мы, я так для себя, я думаю, вы знаете, правду говорю, больно, больно смотреть, потому что мы были юношами, 18-летними, нас призывали в армию, и многими из нас, многими из нас, я думаю, брат Коля тоже, может, вам свидетельствовал и говорил, как ему приходилось в армии, как мы тогда понимали, как мы тогда поступали, и как мы сегодня поступаем, не будет ли нас, наша юность судить на суде? Потому что много чего мы тогда не позволяли, мы сегодня себе позволяем. И задается вопрос, а не напрасно ли это все было? Вы знаете, недавно, у нас тоже в Ванкувере свидетельствовали те братья, которые отсиживали в тюрьмах, за Слово Божие, сидели, и тоже, говорит, бывало, что привозили их в тюрьму, туда, в зону, где они уже должны были отсиживать в субботу, и, говорит, их подстригали, в субботу у всех подстригали, и верующих, когда к верующих, ну, очередь приходила, то они не разрешали, они не давались, чтобы их стригли. Сегодня что мы делаем? Как мы приготовляемся? Помним ли мы день субботний? Я говорю не для того, чтобы упрекнуть кого-то, не для того, чтобы кого-то осудить. Сегодня есть день спасения. Сегодня мы можем исправлять себя. Если мы были неправы где-то, если мы неправильно поступали, мы можем вникать в Слово Божие. Вы знаете, когда Иисус Христос был и отходил, Он говорит, «Я пошлю Духа, Утешителя, Который научит, наставит и будущее возвестит». И я хочу рассказать два свидетельства. Одно свидетельство, которое было с моим родным братом. У меня был старший брат, он на 4 года был старше меня. Он был женат на закарпатской девушке. И в то время мы часто ездили посещать, особенно сосуды, где... Ездили в посещение, но любили посещать сосуды, где Бог действовал. И мой брат с женой поехал, такое посещение, ему было 24 года, ей было 19 лет. Жене. Они где-то около года были женаты. И сестра у нас есть нужда, мы хотим помолиться. Она говорит, «Ну хорошо, давай помолимся». Стали на молитву молятся, Бог ей открывает небольшой отрезок белого материала. И в разумлении вот такой отрезок жизни ему надлежит прожить. Она говорит, «Я в ужасе». Ну, 24-летний передумной человек стоит. И тут идет пророчество его жене. «Будь как Руфь, не возвращайся в дом отца твоего, потому что там нарушаются заповеди мои». Ну, она когда это осознала, что идет такое всталь, а не это, ну, и она тогда уже рассказывает вот это видение. Я не знаю, как они это приняли, но то, что ей было. Тогда в Закарпатье ездили в субботу, тогда топили в субботу и подогревали пищу в субботу. Вот эти, вот в чем разница была, потому что, допустим, даже наши братья, ну, не давали добро, когда молодые братья или сестры там хотели жениться, побираться, то братья и сестры не давали добро на это. Но я хочу сказать, когда мой брат был юношей еще, он молился, тоже он хотел поступить по воле Божьей. Когда он пошел, молился, есть ли благословение, есть ли воля Божья в том, что он женится на ней, хочет жениться на ней, то ему был запрет. Бог не давал повеления. И вы знаете, я вот рассуждаю, почему-то в народе израильском тоже Бог не говорит, не позволял народу израильскому, чтобы они женились на других, чтобы они брали других народов. Смотрите, Соломон насколько был мудрым и куда его привели жены. Мудрого человека простые жены увели от Бога. И я хочу еще один пример рассказать тоже. Брат один, он моих лет находился в больнице. Военкомат тогда отправил для исследования. У него была там проблема какая-то с желудком, и он лежал в больнице, и тоже собрались в субботу на собрание. Собрались на собрание, призвали к молитве, помолились, после молитвы встает сестра и говорит, Бог мне открыл видение. И говорит, а где брат Ваня? Они говорят, его нет, он в больнице. Ну, она говорит, ну, в больнице, в больнице. Ну, а там район, я знаю, сколько километров, наверное, 15-20, не больше. Она говорит, я вижу видение. этот брат приходит на автобусную остановку и к передней двери заходить в автобус. А на дверях вот такая лента и пишет, а суббота? И он рукой говорит, вот так берет эту ленту и говорит, и заходит. К концу собрания брат Ваня появляется, и всем стало понятно. И я что хочу сказать? Я хочу сказать, что я уверен, что это вы не первый раз видите. слышите такое свидетельство. Да или нет? Знаете, чтобы нам потом не говорить, что мы не знали, не слышали, и потом, чтобы у нас не было вопроса, а почему дети наши не с нами? Почему? Потому что мы, знаете, есть два пути, и есть такой один псалом, по какой дороге мы живем, по такой дороге мы в вечность войдем. Есть две вечности и две дороги. Мы стараемся, мы стали вроде как на узкий путь. Сказать тернистый, я не могу, у меня просто язык не поворачивается. Мы стали на узкий путь, но мы его мало-помало расширяем. и я бы хотел еще брат Коля говорил, вот сейчас он объявил, сказал о селарафонах, что у кого есть, чтобы выключили. Вы знаете, Висая написан, я вообще удивляюсь, удивляюсь и думаю. Исайя, 58-я голова, 13-й стих. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, не будешь и будешь называть субботу отрадую святым днем Господнем, чествуем и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать прихоти твоей и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам кусить тебе наследие Иакова твоего, отца твоего, уста Господни изрекли это. Друзья мои, есть шесть дней, есть шесть дней, телефоны, все вот эти гаджеты, все, все это, я думаю, день субботний для того. Вот мы услышали, если мы хотим наследовать эту радость, если мы хотим услышать эту радость спасения, если мы хотим услышать войди благословенный, войди, то мы должны себя воздерживать. Но мы должны это не только, потому что многие, сейчас вы знаете, много говорится, что вот он оделся так, можно одеться прилично, можно одеть длинную юбку, можно завязать туго косынку, можно, но это будет лицемерие, понимаете, но когда по такой одежде ты можешь ошибиться, но когда ты видишь человека, который одет в такой одежде, в которую святой человек не оденется, там ты точно не ошибишься. если мы люди видим это, и мы, почему написано, вот мы сегодня даже пели Псалом, ты святой Бог, да, Бог святой, он говорит, будьте святы, потому что я свят, а написано святый дотворит и правду еще, праведный дотворит правду еще, святый доосвещается, а дальше что написано, а не чистый пусть скверница, нету там, как и написано в Слове Божьем, если был ты, если ты холод, был бы ты холодным или горяч, а так как ты тепл, извергну тебя из уст моих, понимаете, мы можем быть тихими, и то, что мы приходим в собрание, это не говорит о том, что мы христиане, есть, ну, это может грубое такое сравнение, говорят, если ты зашел в хлеб, ты еще не стал лошадью, или там, вот, дело в том, что мы приходим сюда, это святое место, мы приходим для того, чтобы нам поклониться, чтобы нас это Слово Божье потом не судило, но чтобы через это Слово Божье нам иметь жизнь вечную, пусть поможет нам Бог в этом, пусть Бог нам даст мудрости, чтобы мы могли вести детей к этому, вы знаете, сегодня мир очень скользкий, очень коварный, он сегодня имеет намного больше прелести, он предлагает нашим детям, нашим внукам, но вы знаете, я вот смотрю, детей много маленьких вывела сегодня, вышла сюда сегодня, и слава Богу, но друзья мои, что будет в то время, когда они будут взрослыми, какая будет цепь, как Яша говорил, сколько-то сегодня закрывается лютеранских церквей, я знаю, в Портлоне мы купили на 112-й церкви, когда была, продавали его, ее 6 человек продавали, а когда-то эту церковь они строили, это не 6 человек их строили, а продавало 6 человек, сейчас мы строим молитвенные дома, а что будет дальше, не придется ли нам продавать, или нашим внукам эту церковь продавать, пусть поможет Господь, чтобы мы могли сохранить, чтобы эти дети были, чтобы они не были соломой для огня, чтобы они были пшеницей, готовы в житницу Божью. Пусть Господь закоренит это слово, я не хотел никого обидеть, видит это Господь, просто мое переживание, и вы знаете, я своим детям, у меня пятеро сыновей, я говорю, с одной стороны, хорошо, что вы не знаете армии, трудности, а с другой стороны, плохо, потому что, как говорят, есть три крещения, огненные, водные, духовные и огненные, вы знаете, они вот этого, а там именно испытываются, я хочу еще немножко заострить внимание, чуть-чуть задержать, вспомните, когда Сидрах, Месах и Авдина, три юноши были еврейские, скажите, там разве три еврея только было? Все поклонились, эти три юноши, и когда им сказали, что если вы не пойдете, не поклоньтесь, мы бросим вас, они говорят, Бог силен нас, они задают вопрос, какой Бог, извиняюсь, какой Бог вас спасет тогда, он говорит, не обманывайся, царь, Бог, которому мы служим, он силен спасти нас, но даже если этого не будет, мы поклоняться не будем, чему мы сегодня поклоняемся и за что? За какие динарии мы продаемся? За какие сребреники мы продаемся? Я, когда мы только приехали, я тоже как бы говорил, и говорю, слушайте, вот сейчас бы к любому из нас подошел и сказал, вот тебе миллион долларов, продай душу, был бы отвергнут с презрением, а мы за какие копейки продались? Кому? Друзья мои, пусть Господь поможет нам, пусть Господь закоренит и даст силы нам бодрствовать, молиться о наших семьях, о наших детях, о наших внуках. Слава Ему! Будем молиться! Спасибо! 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 Спасибо!